Приветствую вас, увидел ваш вопрос, прочитал его, значит решил ответить, несмотря на то, что предыдущий ответ от коллеги Александра вы задизлайкали, вот, соответственно, не может задизлайкать, так же мой ответ, я полагаю, но тем не менее, я постараюсь вам помочь. Вы пишите, что есть проблема о мыслях. Знаете, проблема может быть в мыслях, но мысли свои вы можете контролировать, это первое. Это нужно признать, что вы хозяин, или хозяйка, я не знаю, своих мыслей. Это первое. Второе. Причина в том, что уже долгое время возвращаюсь к нам и тому. Сейчас объясню. Меня не устраивает жизнь, то есть вещи, как я их делаю, хочу изменить. Слушайте, ну, здесь, мне кажется, вы мыслите отлично большими категориями, в первую очередь. То есть, проблема заключается в том, что вас не может не устраивать жизнь как таковая. вас могут не устраивать какие-то аспекты в вашей жизни, но они могут не устраивать вас только потому, только по той причине они могут вас не устраивать, что вы, допустим, считаете, что должно быть, вот именно должно быть определенным образом. Вы почему-то решили, что ситуация должна быть именно такой, какой вы ее видите. Но в действительности, это не так. На самом деле, ситуация она такая, какая она есть, и очень важно, чтобы вы принимали ее такой, какая она есть. Чтобы вы принимали и ценили то, что у вас есть. Это первое. Да, первый и важный момент. Второй момент. Значит, есть вещи, как я их делаю и хочу изменить. Скажите, аноним, а для чего вы что-то делаете? Зачем вы что-то делаете? Для чего вы что-то делаете? С какой целью вы что-то делаете? Мне кажется, что вот это тоже очень важный момент. Вы делаете много всего. Но зачем? Какая смысловая нагрузка идет того, что вы делаете? Есть ли она, эта смысловая нагрузка, у того, что вы делаете? Так, хочу изменить. Изменить что? Изменить ради чего? Допустим, заняться спортом. Начинаю и вроде все хорошо, но потом набегает куча других желаний, то силы я их тоже добавляю в график дня. Понимаете, желание просто ради желаний не имеет смысла, не имеет значения. Желание имеет смысл только в том случае, если они подкреплены вашими ценностями. Если они подкреплены важностью в вашей собственность, но ни в коем случае не важностью кому-то еще, либо без цели, без смысла. Дальше, добавляю в график, да, у меня есть график дня, по которому живу и в нем должно быть все расписано по пунктам и выполнено каждый день. Скажите, пожалуйста, она не откуда у вас такая позиция? Ну, то есть, почему вы считаете, что у вас должен быть график, которому вы должны следовать и сама должен быть выполнен? Почему? Откуда такое стремление к регламендации, к столь жесткой регламендации в своей жизни? Понимаете ли вы, что таким образом вы пытаетесь все контролировать? И вы берете ответственность на себя явно большую, чем вы можете справиться. Это явно большая ответственность. Дальше. Так, ну, так вот, когда таких дел много накапливается, появляется желание начать сначала. По другой тактике. Раз, например, что-то раз в пять не получилось, ты бросай и начинаешь через день, допустим, снова, но по другой тактике. А для чего это все, опять же? То есть, вот смысл этого слова. Такое впечатление, да, что вы физически здоровый, полный энергии человек, который просто хаотично пытается все делать. До всего хватает, до всего под раз. Так не работает. Так, значит, например, так, стараюсь брать какую-то одну вещь и сделать ее для начала идеально-идеально. Нельзя сделать ни одну вещь. Потом другой переходить. Ну, так не бывает, да. То есть, как бы, нужно отказаться от идеального, идеального, цели, идеального, что-то сделать, а с этого сделать невозможно идеально. Вот. И опять же вопрос, для чего. Все тот же вопрос, для чего, зачем. Так, мне хочется все сделать как можно быстрее. Куда вы спешите? Куда вы спешите? Для чего? Почему не наслаждаетесь, как бы, именно процессом? Понимаете? То есть, как бы, проблема здесь в том еще, что вы не наслаждаетесь процессом. Вы постоянно торопитесь. Вы постоянно спешите. Вы постоянно осаждываете. Вот. Еще в этом проблема. Нет у вас наслаждения процессом. Нет у вас получения удовольствия от процесса. А это очень важная история. Очень важно, чтобы вы наслаждались процессом. Очень важно, чтобы вы получали удовольствие именно от того, что вы делаете конкретно. Это очень важный момент. Это очень важный момент. Это очень важный момент. Для вас. Так. Дальше идем. Так. Так. Мне хочется все только можно быстрее. Например, освоить что-то не за 30 дней, как свои другие, а я оставлю за 7 дней. А для чего освоиться? Освоить что-то. Чтобы что? Цель-то в этом все какая? А при этом беру многое других дел. Зачем? Что это очень напрягает, правильно? Потому что не справляет. Но есть сильное желание сделать как можно скорее. Откуда желание? Откуда? В итоге скорее вообще ничего доказательства не доводится, чем скорее. Правильно? Потому что вы концентрируетесь на цели, а не на деле. Так же желание сделать все идеально. Ну, перфекционизм. То есть вот требование к себе быть идеальным. Это абсолютно неадекватное требование к себе. Потому что вы человек, человек не идеальный. Помогите, пожалуйста, как от этого избавиться? Скорее раскрыть. То есть вот, например, если вы регламентируете, допустим, если вы стремитесь, к примеру, к регламенту своего дня, да, допустим, если вы стремитесь к регламенту своего дня, к регламентации своего дня, то это контроль, это потребность в контроле. И, значит, соответственно, нужно определить, в чем угроза. Для вас. Понимаете? То есть в чем конкретно угроза вам. Дальше. Значит, вот это для начала. А там еще четко поработать соответственно. За что вы отвечаете и для чего, за что вы не отвечаете и почему. Дальше. Таким образом порчит себе лишь нервы, совершенно никуда не иду вперед, как и без правит и почему такое творится. Значит, объяснил, объяснил, почему такое творится и как и без правит тоже подсказал. Ну, тут нужно разбираться в чем конкретно проблема ваша. Вы пишете, что совершенно никуда не идете вперед, опять же, для чего? Зачем? Не кажется в среде большого количества выбираемых дел в такое время, что страшно, как вас, например, успеет, но как-то побороть, если это так. Такое впечатление, что вы выполняете не свою волю, а чужую. Такое впечатление, что у вас очень много того, как должно быть. То есть вы к жизни относитесь очень требовательно, я бы сказал. И при этом теряете себя, не ориентируетесь на свои чувства. То есть я бы поработал еще с эмоциональным интеллектом. Ваш. Вот. Также это похоже на навязчивость. На навязчивые мысли похоже немного. То, что вы описываете. Почитайте в интернете, что такое навязчивые мысли. Может быть это вам откликнется. И в таком случае нужно будет поработать еще и с этим. Вот. Вот, в принципе, так. В рамках одного ответа на ваш вопрос, ну, вряд ли можно что-то сделать. Такое, прям. Серьезное. Потому что нет. По крайней мере у меня нет. четкого понимания и представления того, что с вами происходит. Именно в силу некоторой хаотичности того, что вы написали. Да. Вот. То есть можно еще раз с вами подоследовать, разобраться. Получить полную картину. Тогда уже давать какие-то рекомендации. Вот. Ну и сами вы опять же. Вы говорите, что побороть это. Побороть это что? Побороть для чего? Да. То есть вы хотите избавиться от этого. Но ведь, понимаете, она не аноним. Это часть вас. И если это часть вас, то от нее нельзя избавляться. Это нужно раскрывать и нужно обращать к себе на пользу. Вы предлагаете отрезать от себя кусок, да, и, собственно, жить без куска. Ну вы не потеряете себя как личность, если еще больше, если вы будете в таком направлении двигаться. Так что осторонний, осторонний, пожалуйста, в этих запросах. Это неверный запрос. Побороть. Вообще, как часто вы побороть, и откуда пошла эта идея побороть? То есть почему вы считаете, что что-то нужно побороть? Я бы еще с этим, ну, на этот момент обратил бы ваше внимание. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. А я желаю вам всего самого доброго и удачи.